мечта отдельных лиц швеции сбылась заявка на членство в нато была ратифицирована будапештом и подписано новоизбранным президентом страны путешествие стокгольма в блок было долгим и трудным но учитывая поведение шведского королевства другого не стоило ожидать постоянная критика венгрии сыграла злую шутку и будапешт добивался от швеции извинений за сомнения в истинности венгерской демократии кроме этого венгрия пыталась добиться от брюсселя разморозки полагающихся и средств из общего европейского котла что и смогла сделать таким образом орбан вытянул все что было возможно и дал добро на присоединить швейцы к нато тем самым подтвердив слова владимира путина о своем характере том что он про венгерский политика не про российские тому же швеция и без формального вступления в блок была интегрирована в альянс ползучие расширение нато началось сразу же с распуска варшавского договора если бы не стремление запада к вечному пиару и попыткам унизить другие страны то там получили бы де-факто все страны в блоке но без расширения просто перестроив военные системы европейский государств под свой стандарт искупив элиты стран формальное обещание не расширять нато на восток было бы исполнено фактически же расширились до наших границ отчасти это наша удача что запад не может действовать хитро ибо известно что они хитрые а как говорится о ком известно что тут хитер то он уже не хитер хитрости на западе нет только топорность еще одна новость которая как нельзя лучше входит в определение топорности это очередное решение так называемого международного уголовного суда того самого который объелся всяких ненужных трав и выписал ордер на арест российского лидера теперь два таких же ордер к выписали на арест командующего дальней авиации россии сергея кабалаша и командующего черноморским флотом виктора соколова гага так-то прибрежный город интересно там ничего не боятся ну там случайного наводнения ли цунами море между прочим непредсказуемо да и ураганные ветра никто не отменял в действительности хотя данные писюльки имеют силу строго писюлек легкомысленно относиться не стоит запад пытается играть роль морального лидера и авторитета который вправе выдавать такие ордера нашему следственному комитету не помешает выдать предписание на арест гадских судей конечно их ордер у нас а наш ордер у них не будут иметь юридической силы но это пока международное право движется к своему изменению реанимации запад же терпит поражение в данном конфликте и как проигравшая сторона окажется на скамье подсудимых не будем сейчас прогнозировать сроки достаточно сказать что решение будут пересмотрены начиная с трибунала по бывшей югославии где появятся вопросы к тем людям которые причастны к тому что югославия приобрела приставку бывшая и не только об этом обе стороны готовят юридические базы для обоснования своей правоты чья именно правота станет истории это напишет победитель наша задача задача всего русского общества сделать так чтобы мы были победителями ибо к нашему оппоненту вопросов много и надо обеспечить следствию дорожку к лицам которым эти вопросы нужно задавать друзья хотим напомнить что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке вместе победим реквизиты для поддержки в описании к видео